Как определить хороший период жизни? Когда хорошее настроение, легко жить, весело, это значит хороший период. Тут уже другие песни поются, понимаете? Ну то есть, когда тяжелый период, ты не сможешь вот так скакать. Понятно, что надо всегда завтра быть лучше, вчера надо всегда быть веселой, и так надо жить. Человек не должен грустным быть. Грустишь, значит проигрываешь. Как определить вообще успешного человека? Успешный человек означает самодостаточный. Там, где нет самодостаточности, там плохая судьба. Вот, допустим, девушка хочет выйти замуж. Как определить, что она успешная? Она почти не хочет выйти замуж, хотя хочет. Ей, ну хорошо просто, и все, она как бы хорошо, она счастливая. Значит успешная, значит скоро выйдет. Но она победила в себя, если она ходит, такая вся. Она думает, блин, она что делает? Чтобы выйти замуж, ну что, может губы надуть, а? Ну что, ну не смотрят, гады. Может груди надуть, ну что-то надо надуть. Надуло еще хуже стало. Потому что Бог вот все сделал самым лучшим образом. Не надо ничего надувать вообще. Понятно? Система или нет? Потому что лицо деформирует с возрастом. Ты сейчас надул нормально, а потом на себя даже в зеркало посмотреть не сможешь. И потом сдувать придется. Или надувать в другом месте. Ну то есть, почему люди это все делают? Потому что они не знают, что еще сделать, что на меня посмотрели. Сейчас объясню, что делать. Надо стать счастливой. А чтобы стать счастливой, нужно побеждать себя. Себя побеждать, а не мужиков. Девушка красивая, самодостаточная, все на нее смотрят. Почему? Потому что она самодостаточная, сильнее мужчин. Почему мужчины смотрят? Потому что она сильнее. Девушки почему смотрят? Потому что мужчина сильнее. Она достаточная. Не зависит от женщин. Все смотрят здесь женщиной. Мужчины смотрят, когда девушка самодостаточная, счастливая. Но счастливый человек означает, что он для чего-то живет, то есть он наполненный, он всем желает счастья, он заботится обо всех, он не думает ни о чем тяжелом, в это все не входит в состоянии. И еще важно понять, что даже если тебя накрывает, все равно будь позитивным, потому что позитивизм это признак победы над судьбой. Вот если ты шутишь, когда тяжело, или улыбаешься, это значит, что ты побеждаешь судьбу. Если ты наоборот пригружен, значит ты и проигрываешь. И никогда не жди, когда близкий человек тебе поможет. Что ты мужчина, что женщина. Кто должен побеждать судьбу? Не все. Кто должен побеждать судьбу? Тот, кто ходит на лекции. А кто ходит на лекции, я хожу. Все. Если вы вдвоем хотите, значит вдвоем будете побеждать.